хочу всех поздравить с новым наступившим новым годом адвокат меня не обрадовал сказал что девушка была азиатка и я смотри что он делает короче он слушает музыку и прибухивает заставляет делать прививки я боюсь чипирование идет глобально 5g там вышки все дела там пурт был какой-то white там что-то керамик у холодно всем привет очередной выпуск жестяка на канале все как вы любите сейчас я ехал с работы возвращался никого не трогал абсолютно спокойненько правом ряду в районе где-то не знаешь 60 80 майлов то есть ты где-то 100 километров в час и женщина сидя за рулем резко резко ударила по тормозам и я короче улетел в кувет короче вот такая теперь у меня фара охренительно не разбили весь бампер и смяли крыло херам вообще теперь здесь вот такой зазор с палец меня очень плохо открывается дверь послушайте звук короче жесть вот но как бы форт оказался крепким да еще вот с этой стороны я влетел в бетонную стену ударился вроде бы здесь ничего и вот здесь вот такая вот грыжа огромная грыжа самое прикольное было то что девушка была азиатка короче она вообще не разговаривала по-английски я и говорю типа где твой иншуранс она мне такая где твои права я даю права она такая смотрит на них такая типа не поймет и чё за фигня такая мне нужны нормальные права ты можешь мне нормальные права дать я даю и короче бумажки все то что мне не пришли еще пластиковые права и я жду пирамид короче там все остальное вот она такая типа все отфоткала и причем убегает я говорю эээ слышь говорю типа ну дай мне свои документы сфоткать потому что как бы здесь все по-другому не как в россии не надо ждать гаи если нет пострадавших фоткайте всех друг друга документы фоткайте ситуацию дорожную и все и разъезжаетесь по домам то есть все достаточно быстро а потом звоните в иншуранс решайте вопрос как бы и все но я не знаю мои вины здесь нету я жестко-жестко оттормозился и к сожалению у меня не получилось полностью оттормозиться потому что скорость была довольно большая моя девочка зайка моя ладно я думаю все нормально здесь полирнется здесь все берется фара новое это где-то 200 долларов на разборке сколько он будет стоить здесь крыло тоже новое надо ставить под замену и два баллона скорее все будут ставить долларов 150 они выйдут короче попал на бабки под новый год сегодня мы с вами на связи 1 января хочу всех поздравить с новым наступившим новым годом надеюсь этот год будет намного лучше чем 2020 20 вот и в итоге что короче я хотел поехать сегодня в день ве потом я по хотел поехать в страховую компанию и сегодня у нас все закрыто до 4 числа включительно вот я нашел адвоката который будет выдвигать мои права и требовать компенсации с девушки которая сделала вот эту хрень я поменял уже колесо поменял себе на новое помог мне в этом мой друг богдан спасибо тебе большое если бы нет я вообще здесь пор ходил пешком это кстати человек которым я помогал когда он пробил колеса так что видите взаимовыручка спасает вот здесь походу ушел какой-то рычаг потому что машина едет в другую сторону в левом не знаю либо надо будет делать кто-то развал короче надо разбирать и смотреть вот а сейчас я приехал на хайкинг и хочу вам снять просто красивое место безумно красиво называется топанга вот и хайкинг проходит на вот этой вот горе но подниматься мы с вами туда не будем я просто хочу поднять дрона и поехать зал сейчас нас с вами произошли чудеса называется спиртовая тряпочка и немножко магии вот принципе ничего серьезного это закрасится это закрасится причем можно купить такой просто как замазки штучку штришок здесь тоже закрасит нам закрасить вот самое интересное сейчас я отмыл грязь здесь то есть практически вообще ничего нету только треснула фара вот и крыло крыло скорее всего надо выпрямить вот потому что ушло там видно крепление пошел под фару здесь зазор здесь зазор стал короче то что прям вообще крыло фигакнул вот единство что меня огорчает это фаром потому что у меня максимальная комплектация это фара необычная именно такая там led xenon какой-то я четко такое увидел вот и одна фара вот это вот на ebay либо на разборке стоит где-то минимум 600 долларов то есть но это дороговато скорее всего все равно надо будет подавать на этих как он в иншуранс вот так потихонечку оттираешь тираж и все фара ведь все все уходит здесь сейчас тоже грязь все оттер здесь бампер вообще просто не знаю две точечки больше ничего нет машина оказалась очень крепкая потому что удар такой не хиленький был он прям был но нормально если что мне еще пугает это вот этот зазор здесь когда открываешь дверь она хлюпает о слышали надо как-то крыло сюда подвинуть потому что здесь тоже появились какие-то зазоры вот не знаю но я думаю все будет хорошо как раз поставим на ремонт и заодно поменяю лобовое стекло короче денег сейчас надо будет съездить в деньги точнее сходить сейчас мы отстаем эту очередь огромную вот продлим регистрацию и поедем к адвокату чиниться я здесь уже один час нахожусь такая очередь огромная короче прошел час сто двадцать первый номер вот так выглядит диме заходить нельзя все по вызову сидишь ждешь я простоял в очереди на улице ровно два часа я стал в 12 часов три часа уже прошло вот я иду к своей малышке я получил наконец-таки документы сейчас я вам покажу для чего это надо нет заколебала просто короче дело было в том то что дилер ошибся на одну цифру и из-за этого пришло куда-то не туда сейчас потом поедем к адвокату если успеем вот и короче вот дается бумажка это регистрация она здесь вот сейчас мы с вами берем запечатали так запечатали сейчас я достану отдеру вот наклеечка вот так вот выглядит регистрация меня у 10 старая сейчас мы это трем пальцем и сюда вот новую все теперь регистрация продлена до октября 2021 года слава тебе господи наконец-таки и получил новый документ на машину стоимость от этого всего я вам говорил было 450 долларов плюс 150 долларов штраф этого мне вот эта наклейка обошлась 600 долларов что счета неблагоразумно и очень дорого хотя говорят что налог на машины нет но как бы ты платишь за дороги за всю хрень короче то что у меня машина типа там чистый воздух это никого не колышет вот а теперь едем с вами юристу в общем я сейчас был у адвоката адвокат меня не обрадовал сказал что в общем как бы по итогу получается что я виноват вообще в аварии но я так не считаю потому что там был виноват чувак которая резко резко абсолютно перестроился ударил по тормозам и из-за этого как бы я просто ну не успел среагировать причем как бы я был без телефона абсолютно без ничего но все равно как бы у меня страховка премиум это как российская каска то есть это полностью все покрывает мне единственно что надо будет это оставить машину вот я оставлю машину мне полностью все все абсолютно сделают но единственное что минус что скорее всего она будет делаться где-то неделю или две вот поэтому короче треш полный вообще придется брать машину какой-то вариант либо еще что-нибудь думать придумать либо ездить пешком пока ребята русские дали мне знакомые адвокаты этого очень хорошая женщина прямо идеально все разложила все рассказала как показала как что сделать ну и дала свой номер прямо на случай 24 часов на связи если что какой-то инцидент происходит она говорит сразу звоните мне то есть это адвокат если что будет представлять меня по любым инцидентом вот это приятно когда такое общение находишь таких людей это очень очень важно потому что если вы попадете в аварию и не будете никуда обращаться есть варианты что люди обратятся потом в дальнейшем в больницу и могут прям выбить с вас реально очень много денег и есть такие как бы случаи что страховая не покрывает полную сумму лечения потому что там наступает медикал там совсем другие цифры фигурируют вот недавно у меня подруга здесь попала в аварию и не обратилась к адвокату а другой мужик который был пострадавший вот он обратился в свою страховую компанию пошел в больницу начал лежать там на массаже ходить ему делали там всякие различные услуги вот и в итоге как бы девочки выставили счет в районе 12 тысяч долларов вот что очень серьезно как бы страховая ей погасила там в районе четырех тысяч долларов это чисто за ущерб машина но медикал она должна была заплатить сама осторожнее ребята здесь тоже есть варианты что вас на этом обманут интересный день сегодня едем на мой город на биг бэр такой справа обрыв можно это пухнутся старайтесь перевесить я думал куда мы едем а все молчатся и улыбиться вот такая очень красивая местность и там лежит снег сейчас в л.а. сегодня температура была 28 градусов на биг бэре 6 в л.а. и садим а и все захотелись на кисть и корр и целый вот и ты сам его истин сами вористка садима Так, небольшой привал. Очень ветрено и очень холодно. Прям вообще пушка. А здесь вообще нереально крутая высота. Это непередаваемо. Это просто что-то нереально. Вот только за это можно любить мувинг. Только за это. Что дает возможность иногда так попутешествовать. Все, чем выше поднимаемся, тем больше снега у нас лежит здесь внизу. В Калифорнии 28 градусов, здесь 6. Даже ниже, холодно. Мы сейчас ехали. Там был фитнес-клуб. Он открыт. Люди занимаются. Здесь, видимо, нет ковида. Хотя сейчас все более строго. С соблюдением всех ковидных мер. Но здесь, видимо, это не касается никого. Так необычно. Мы приехали. Здесь снег. Снег, снег лежит. На улице 10 градусов. Ночью минус 2. Я уже посмотрел. Вот. Все заснежено. Но сказали, что это растаял. Было вообще все усыпано снегом. Такие дома красивые. Они растут здесь вверх. Здесь горная местность. И тяжело что-либо построить. Вот. Я приехал с Калифорнии в шортах. Как обычно, заряженный на работу. Вот. Сейчас ждем клиента. И вот такие вот домики здесь красивенькие, маленькие. Это как билдинги идут здесь. Здесь можно снять комнату. Вот. А с другой стороны уже там дома стоят красивые. И ветер такой чувствуется, что прям морозит. Морозит меня холодный. Вот. Даже пришлось одеть кофту. Потому что холодно. Надо причесаться. Ооо. Хрустит. Хе-хе. Такой радости прям вообще пипец. Шишки видели какие? Скуват вообще. Они еще острые какие-то. Нафиг не будем трогать. Ну, по красоте я вам скажу. По кайфу. Мне нравится. Это моя голубая мечта. На старости лет уехать на Big Bear в Калифорнии. Купить себе какой-нибудь домик. Как обычно здесь делают пожарные, либо полицейские. Просто кайфуют. Они ездят здесь на гольф-карах. Здесь большие проблемы с общественным транспортом. Но не суть этого вообще. Потому что здесь очень клевый воздух. И сейчас по приезду прям чувствуется такая свежесть. Вот. Что нету в LA. И еще вот такая вот красотища здесь. И, конечно же, не хватает снега. Многие-многие американцы едут на Новый год сюда. Празднуют Новый год, либо Рождество. Вот. И потом возвращаются в солнечную Калифорнию. Так что, друзья, секретное место. Просто еду и кайфую. Потому что нереально круто. Люди гуляют здесь с собачками. Лес. Прям вообще. Да, холодно, да. Но прям что-то не хватает этого такого новогоднего настроения. Я сейчас еду. Прям просто душа поет. Обалденно. Еще снежок такой есть. Фу, холодный. Холодный снежок. Радости полные штаны. Такие вот домики здесь. Тишина и спокойствие. Вообще никого нету. Снежок лежит. Стоят печки какие-то. Здесь очень много бани, саун. Вот. А это такие апартменты, которые люди снимают на зиму сюда. Приезжают специальные любители снега. Вот. И машины все стоят такие недорогие. Потому что ездят, скорее всего, коренные американцы, либо пенсионеры. Вот гаражи. А тут домики. Такой вид, конечно. Хозяин у нас старый дедушка. Вот. И... Хотелось бы что-то внутри снять. Но он такой старый офицер. Ходит, спрашивает. Зачем вам это? Я спросил разрешение. Он говорит, типа, нет, нельзя. Это мой дом. Вот. И я смотрю, что он делает. Короче, он слушает музыку. И прибухивает. А что тут еще делать? Никого больше нет, только сидите бухать. Беспалил. Вот так вот дом выглядит. Вот третий этаж. Такая беспалевная была экскурсия. Пока дед наливал себе вискаря. Ха-ха. Ха-ха. Мы с вами беспалевая все засняли. Там еще есть третий этаж. Но он не интересный, потому что там пусто. Вот. И они используют его вообще как склад. Вот. У нас осталась здесь вот эта хрень. И все, мы можем ехать, уезжать, потому что я замерз. Чаюха на сегодня. Каждому по двести. Что мы приехали на базу. В ЛА сейчас 21 градус. Вот. И намного жарче, чем на этом Биг Бэре. Еще у нас творятся странные дела. Как они выражаются, это в том, что сейчас всех под одну гребенку, даже мигрантов, заставляют делать на ковид. Заставляют делать прививки. У нас также, как и у вас в России, вели ковидный паспорт. И тем, кто здесь легализовался, такие люди, как я, допустим, получил какие-то документы, надо сделать обязательно тест и сделать прививку. Я вообще против всей этой хрени, потому что на хрена мне нужна эта прививка, если я уже переболел этой короной. Вот. У меня есть антитела. Вот. Пугают какими-то новыми видами короны, что ты сейчас заболеешь и сразу типа умрешь. Ну, не знаю, какая-то дичь реально, дичь-дичь творится. Вот. Завтра я поеду, типа, как снять, не снять, а это, типа сделать на ковид тест, вот, но там не будут пихать в нос палку, будут просто ковырять у тебя во рту палочкой такой обычной, который чистим уши. Вот. И потом я поеду узнавать по поводу машины, так как я подал документы на инцидент, что машина у меня, по идее, все. Как бы прошла проверку, прошел оценщик, посмотрели, посчитали машину. Оставилось только мне найти body shop, где мне будут ремонтировать. Вот. Мои друзья-товарищи как бы не берут трубку, я завтра к ним съезжу сам лично. Вот. Если их не будет, то я буду выбирать уже другой body shop. Вот. Ремонтировать где-то у других людей. Если не хотят они мне ремонтировать машину. Потому что они по идее, как бы я почитал, должны предоставить мне подмену другую машину на период ремонта. Вот. Но у них какой-то такой body shop был, что он хиленький. Вот. Я не знаю, есть ли у них подмены вообще, что от них ожидать. Сейчас я еще все еще сижу на диете. У меня идет эта вечеринка 100 дней. Вот. Уже неплохие такие результаты. Я потерял где-то в районе 8 килограмм. Я худею прям очень медленно и специально для того, чтобы не было стресса для организма. Вот. И тренироваться у меня получается где-то 2-3 раза в неделю, что в принципе при моем как бы графике работы мне хватает. Вот. Но в конце февраля я должен показать прям атлетическую форму. Прям мега красивую. Вот. И надеюсь у меня это получится. Потому что первые дни на диете были тяжелые. У меня были мысли постоянно пожрать, сорваться. Вот. Вот. Но сейчас таких мыслей нету. Я в принципе вошел в какой-то режим. Вот. И уже потихонечку начинаю даже как-то кайфовать от процесса. Надеюсь, что все получится. Вот. По поводу каких-то ковидных паспортов. Это дичь вообще какая-то. Я не понимаю. Мне сказали на работе, что если не будет у тебя этого паспорта, то мы не будем тебя приглашать на работу. Что? Представляете? То есть мне надо что-то сделать там какую-то прививку, получить вот этот ковидный паспорт и после этого меня будут звать на работу приглашать. Это дичь какая-то. У вас в стране так же? Если у вас так же, то напишите в комментариях, что типа у нас так же и творится какая-то дичь. Я боюсь. Чипирование идет глобально. 5G там, вышки, все дела. Вот. Ну, надеюсь, что нас пронесет и мы доживем свою жизнь. Вот. Я в Америке, а вы где-нибудь у себя. Да. Короче, уехала моя девочка ремонтироваться. Я теперь пешеход. Замену мне не дали, потому что не было. Скорее всего, завтра отдадут. А до дома мне ехать 2 часа на автобусе. Вспоминаем. Вспоминаем. Вспоминаем былое начало. Вот я забрал дрона с машины. Документы, короче, и все. И началась житуха. Сказали, будут в районе где-то 10-7 дней сделают машину. Очень-очень дорогой цвет у машины. Там purple какой-то white, там что-то керамик. Вообще, короче, очень тяжело будет подобрать цвет. Вот. Но сказали, все сделают. Так что я думаю, все будет окей.